Добрый вечер дорогие друзья, сделаем еще один рецепт кальмарчиков. Рецептов кальмаров в интернете много, но я вам покажу как мы делаем. Неочищенные кальмары заливаем кипятком и посмотрите как они хорошо очищаются. Кроме всего прочего эти кальмары в кипятке готовятся. Сейчас подостынет вода мы их почистим, снимем вот эту вот пленочку и внутренности. Кстати кальмары в этом кипятке сразу приобретают нужную нам форму. Пока остывают кальмары, мы обжарим грибочки. Вы можете взять шампиньоны, ну или скорее всего у вас будут шампиньоны, это будет просто прекрасно. У меня много сушеных грибов разных, поэтому я использую сушеные грибы. По времени грибы по-разному обжариваются, но критерий такой, они должны начать тихо подрумяниваться, чтобы их не пересушить и в то же время, чтобы они не были дожарены. Как только начали подрумяниваться, можно добавлять другой ингредиент. Кальмары прекрасно очистились от пленок, от всего, поэтому мы обрезаем так называемые крылышки у кальмара или плавнички, как хотите. То есть оставляем одно тельце. И чтобы не занимать ваше время, я все это делаю без вас, а вот эти вот плавники или крылышки, как вам больше нравятся, части кальмара, мы нарежем. Кальмары можно нарезать вот так соломкой, можно кубиками. Кальмары нарезаны, поэтому мы их отправляем к грибам. Так, высыпаем. И буквально одну минуту-две вместе с грибами вот так вот обжариваем. Вот видите, они уже начали прихватываться. Долго не держим на сковороде, чуть-чуть. Сейчас они окрасятся. Ну, я имею в виду, чуть-чуть обжарятся, чтобы не были жёсткие. Присаливаем. И выключаем. Добавляем в эту смесь рис. Пробуем по вкусу на соль. Вы специи добавляете, такие, какие вам нравятся, на своё усмотрение и на свой вкус. Добавляю оставшийся рис. Присыпала ещё перцем. Пропорции я напишу, как всегда, под видео. Всё. Можно начинять кальмаров. Начинка, может быть, любая. Рис добавляется для клейкости, чтобы была единая масса такая. Можно добавить сюда крабовые палочки, можно креветки, можно гребешки. Никогда не стоит вопрос начинки. Бывает, что в холодильнике что-то остаётся там, из морепродуктов, или даже рыба жареная, к примеру, или малосолёная. Вот хороший способ для применения. Вот так я немножечко плоские их делаю. Не сильно набиваю, вот так вот, чтобы они хорошо обжарились. Этих кальмаров я тоже буду обжаривать на сливочном масле. Растапливаем сливочное масло. И чуть-чуть добавляем растительного, чтобы масло у нас не горело. Масло разогрелось. Выкладываем кальмаров. Кальмаров обжариваем с каждой стороны где-то по 3-4 минутки. Не больше. Чтобы они не были у нас резинистыми. Потом переворачиваем на другую сторону. И ещё 3 минуты. Буквально, но уже под крышкой. И прекрасное блюдо у нас будет готово. Его можно не только на праздник, на какой-то великий приготовить. А для тех, кто любит морепродукты, в принципе, в будний или выходной день прекрасное добавление к семейному столу. Вот такие кальмарчики у нас получились. Сейчас они остынут. Мы их так немножечко припорошим зеленью. Посмотрите. Можно сказать бюджетный вариант. Потому что всё-таки креветки и грибешки, если покупать, немножечко получается накладно. Для основного количества населения, подчёркиваю. А так, рис, грибочки, которые, в принципе, или свои, или магазинные. Можно взять и маринованные грибы. В принципе, получается совсем недорого. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. Заходите к нам в гости. Очень рада вас видеть. Всего доброго! Здоровья вам! Счастья! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»